236 поднятых бойцов, десятки находок и три экспедиции. Поисковый отряд ополчения подвел итоги прошедшего сезона. За лето им получилось делать действительно многое. А главное, некоторым героям удалось вернуть имена. В этом сезоне удалось троих идентифицировать. Это двое республика Карелия. Там сохранились комсомольские билеты, билеты членов ДСАФ, на тот момент ОСАВИАХИМ, прочие бумажные документы. Потому что по Советско-Финской войне медальонов еще не было. Их вели в 1940 году уже после. И было найдено два медальона как раз в Тверской области. Один оказался пустой, без записки, к сожалению. Второй как раз был с запиской. Была записка передана в лабораторию солдатский медальон. И там они раскрутили его, прочитали. На встрече с председателем окружного совета депутатов Андреем Гореликовым матищинские поисковики представили свои находки. Среди них немецкие каски, патроны, сигнальные ракетницы и многое другое. Я, кстати, в этом году проследил судьбу младшего брата своего отца, который погиб 29 июня 1941 года. Он служил практически под Брестом в первые дни войны. Долго ничего не могли найти. И тоже благодаря поисковикам узнали, где, в каком месте и как. Поэтому есть место, куда есть приехать и поклониться. За активное участие в работе по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Гореликов отметил членов поискового отряда благодарственными письмами. А поисковики, в свою очередь, выразили благодарность председателю совета депутатов за содействие и поддержку.